Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке математики буду с вами я, Калиниченко Анастасия Яковлевна, и мы продолжим изучать с вами тему «План местности». Цель нашего урока – выполнять действия по инструкции, определять расположение предметов и фигур. Задача, конечно, не слишком простая – играя учить и учиться, играя. Но если с учебой сложить развлечения, то праздником станет любое учение. Сегодня, ребята, мы с вами и поиграем в интересную игру. Разобьемся на пары и приготовим свои карты с заданиями, которые изготовили дома. Тем, кто не сумел подготовить карту, авторы учебника предоставили готовую на странице 50 номер 1. В секторах расселив геометрические фигуры. Один ученик загадывает фигуру, а другой называет ее координаты. Давайте посмотрим видео, как это делают ребята. И приступим к игре. Вика, найди мне фигуру с координатами D5. Это шестиугольник. Красный круг. Находится фигура А5. В координатах А5 находится красная звездочка. Молодцы, ребята. Давайте оценим свою работу. У каждого из вас есть на столе альбомный лист бумаги. Нарисуйте на нем дерево с веточками. Тем самым разомнем свои пальчики и подготовим их к письму. А теперь оцените свою игру. Нарисуй яблочко. Я могу называть координаты предметов и предметы по координатам. Цветочек. Я путаю координаты. Не всегда могу назвать правильно фигуры. Листик. Не могу определить координаты фигур и фигуры по координатам. К концу урока мы с вами посмотрим, какое дерево выросло у вас за урок и много ли на нем созрело плодов. В интернете можно найти увлекательную игру морской бой. Пройдя по ссылке в свободное время поиграй с другом. Здесь ты и проверишь свои знания по теме урока план местности, когда будешь использовать координаты для нахождения кораблей. Мы уже знаем, что карта это самая важная вещь для туристов. И мы с вами научились ее читать. Но что же еще необходимо туристу? Без чего ни один путешественник не отправится в поход. Ну конечно, ребята, это запасы продуктов и питания. В учебнике на странице 50 номер 2 нам предстоит творческая работа. Нужно составить и решить задачи по кратким записям и схемам. Для этого разделимся на четыре туристические группы. Две из них составляют задачи под номером 2А, а две другие под номером 2Б. В пустые клеточки необходимо вписать недостающие цифры и решить, о каких продуктах у вас пойдет речь. Давайте подумаем, что можно взять с собой в поход? Какое требование должно быть предъявлено к продуктам? Подумай. Верно, дети. Самое главное, все продукты должны быть нескоропортящимися и полезными. Это могут быть крупы в зернах, крупы в хлопьях, тушенка в вакуумных пакетах, галеты или сухари, чай, соль, сахар. С такими запасами мы не пропадем. Рассмотрим задачу первой и третьей группы. О чем в ней говорится? Верно, о банках. Что можно купить в поход в банках? Конечно, ребята, это тушенка или консервный. Посмотрим, сколько же ребят купили банок тушенки и поскольку они были килограммов. Что нам еще известно? Что в походе ребята пообедали из расходового какое-то количество килограммов. И что же нужно нам найти? Правильно, остаток провизии тушенки в килограммах. Придумайте подходящие цифры, вставьте их в клеточки. Ваша задача готова. Приступайте к ее решению. Пока мы готовили первую задачу, ребята из второй и четвертой группы составили свою задачу про напитки. Разберем ее. О чем говорится в этой задаче? О соке и воде. Каждая группа может выбрать любой сок, который больше приходится вам по вкусу. Что известно про сок? Верно, ребята, купили туристы несколько банок сока по несколько литров. Что еще известно? Вода в походе просто необходима. И ее дети взяли тоже определенное количество литров. Что нужно найти? Сколько всего литров жидкости взяли с собой ребята в поход? Придумайте подходящие цифры, вставьте их в клеточки. Ваша задача готова. Приступайте к ее решению. Сравним решения первой и третьей группы, а также второй и четвертой. Внимательно изучите критерии, по которым мы будем оценивать групповую работу. Первое. Подборка чисел в соответствии с реальностью. Верно выполняет первое действие, находит общее количество килограммов. Третье. Верно выполняет второе действие, находит остаток. Четвертое. Составляет выражение к задаче. И пятое. Верно формулирует ответ задачи. За правильное решение и оформление задачи максимально можно получить 5 баллов. Рассмотрите примерное оформление задач. Проверьте себя. Не забудьте оценить вашу работу. У вас на дереве должны появиться яблочки, цветочки или листики. Для развития мелкой моторики памяти, внимания и пространственного мышления проведем самостоятельную работу в виде графического диктанта. Что мы будем изображать, вы узнаете, выполнив задание. Перед диктантом повторим основные направления движения по листу. Вверх, вниз, вправо, влево. Для выполнения этой работы откройте тетради в клетку, отступите 3 клетки сверху и 4 клетки слева. Начнем. 3 вправо, 7 вниз, 2 вправо, 4 вверх, 4 вправо, 4 вниз. 2 вправо, 2 вверх, 3 вправо, 2 вниз, 2 вправо, 1 вниз, 3 влево, 2 вверх, 1 влево, 2 вниз, 4 влево, 6 вверх, 4 влево, 4 вверх. Проверьте. У вас получилась змейка. Молодцы, ребята! Оцените себя. При оценивании этого задания пользуйтесь критериями. Змейка получилась. Все команды выполнены верно. Яблочко. Некоторые команды выполнены неверно. Змейка получилась неровная. Цветочек. Змейка не получилась. Многие команды выполнены неверно. Листик. А для следующего задания нам нужно вспомнить компоненты действий. Как найти неизвестное, уменьшаемое, вычитаемое, слагаемое, множитель, делимое и делитель? Внимательно посмотри памятку и повтори. Задание. Реши уравнение. Выберите один из трех секторов и найдите корни уравнений. Сектор яблочко, сектор цветочек и сектор листик. Проверь себя. После выполнения задания нарисуй на своем дереве изображение с выбранного сектора. Все вы молодцы. Очень хорошо справились с заданием. Давайте подведем итоги нашей работы. Чем мы сегодня занимались на уроке? Что узнали нового? Что повторили? Что выучили и закрепили? Достигли ли мы цели? Покажите мне, ребята, ваши деревца. Вот такой красивый наш сад получился в конце урока. Оцените себя и поставьте нужное количество баллов. Домашнее задание будет увлекательным. Это игра. В учебнике на странице 51 в номере 4 изображено игровое поле. Правило игры. Взять фишки, перемешать их по полю, называть по очереди место расположения фишек. Проигрывает тот, кто неправильно назовет координату фишки. Молодцы, ребята! Вы сегодня все хорошо справились с заданием. И я думаю, что у нас большой цветущий яблоневый сад получился в конце урока. До свидания, ребята! До новых встреч на следующем уроке!